Приветствую вас. Я рискую показаться несколько грубым, вероятно, своим ответом, но это так, как мне хочется вам сказать. Надеюсь, вы понимаете, что это не против вас лично, это скорее моя реакция на то послание, которое я прочитал в вас сообщении. Я прекрасно понимаю, что вам нужно сказать прямо, чтобы вы поняли. Если вам нужно сказать прямо, чтобы вы поняли, то у вас по сути есть два варианта, как мне кажется. Первый вариант – это общаться с теми людьми, которые могут и хотят, могут, хотят и умеют говорить прямо, так, чтобы вы поняли. А второе – это работать над собой, чтобы повышать уровень доверия себе и чтобы самостоятельно принимать решения относительно всех действий, слов, поступков, мыслей, намеков людей, которые те часто реализовывают, сами не понимая, что они хотят этим сказать. Такое бывает. Тем более в современном мире. И всё, вариантов больше нет. Если вы не делаете выбор в пользу одного или в пользу другого варианта, то будете ссориться, будете обижаться, будете тратить время на пробуксовывание, на обиды, на расслабление. Различный, различный негатив. Так что решать вам. Я бы не сказал, что для девушки такое поведение, которое вы описываете, когда сперва она выражает симпатию вашим сообщениям, а потом их удаляет. Я не думаю, что это что-то ненормально для девушек. Это, мне кажется, вполне нормальный другой вопрос. Что вы общаетесь почему-то в интернете. Вы продаете такое важное значение интернет-общению. Что решили даже обратиться с вопросом. Это момент тоже достаточно тревожный, как мне кажется. Ну и последнее, на что хочу обратить ваше внимание, это, пожалуй, то, что вы говорите, что девушка улюблена. Да, ну, как бы, почему вы так решили. И что чувствуете вы? Вот. Меня немножко всегда тревожит, когда человек говорит, а вот меня со мной хотят общаться и дружить, например. Со мной хотя бы взаимодействовать, ну, например. Меня всегда это немножко беспокоит. Потому что главное ведь не то, что человек чувствует, а то, что вы сами чувствуете по отношению к человеку и то, как вы ему это выражаете. Если толк за одного, то у девушки есть к вам чувства какие-то. Какая разница, ну, есть у нее к вам чувства или нет. Если вы свое чувство не выражаете, то здесь это ключевой момент. Момент поэтому. Что вы-то чувствуете к ней? Не она, а вы. И как вы приносите то, что вы чувствуете непосредственно во взаимодействии с ней? Если вы приносите это через-через требования объяснить, почему она удалила свое сообщение, хотя до этого сказал или показало, что ей понравилось, что вы движетесь немножко не в ту сторону. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Надеюсь, что у вас появится отклик на мой ответ и его реализация, его формирование послужит началом плодотворной работы вашей над собой и по гармонизации отношений. Желаю вам всего самого доброго.